Задачи по развитию креативной индустрии решают в Кузлорде. Там стартовал республиканский фестиваль Иннофест. Свои IT-проекты представили школьники и студенты из разных регионов страны. Призовой фонд конкурса, 3 миллиона тенге и 10 образовательных грантов в отечественные вузы. О самых интересных идеях готов рассказать моя коллега Райхан Тажибаева. От идеи до прототипа всего за 24 часа. Таков формат нынешнего фестиваля. На участие в нем съехались конкурсанты из разных уголков Казахстана. В их числе Тимарлан Жумабеков и Есимбек Бахдаулет. 11-классники Казлардинской IT-школы разработали цифровой полиграф. Он может работать на любых устройствах. Даже на ноутбуке и на телефоне. Везде, где есть камеры. Для определения лжи ему не нужен телесный контакт. Он благодаря камере прочитывает мимику лица. Чистоту дыхания и ваши эмоции. Именно благодаря этим критериям он может вычислять ложь или неправду. Умный дом, креативные сервисы и программы. Маленькие чудеса всего за сутки. К примеру, живые комиксы или казахский гугл. Последний разработала команда биоинженерик. Из областного лица интерната для одаренных детей были инновации. В большинстве случаев казахи, но казахоязычная аудитория, они не могут воспользоваться из-за незнания русского языка. Поэтому мы создали казахский AI, то есть казахский ПТ, который генерирует информацию, голоса, фото и все, что вы захотите именно на казахском языке для казахоязычной аудитории. 250 уникальных проектов и 2500 участников. Организаторы признают, такого количества конкурсантов не ожидали, но все же рады, что фестиваль стал своеобразной площадкой для демонстрации креативных идей. Большая возможность дается в первую очередь ребятам из сельской местности, потому что IT это не только про города. Для сельской молодежи это большая возможность сравняться, реализовать свой потенциал. Эта работа не остановится только на фестивале, мы будем прокачивать эти проекты в дальнейшем. Смарт-сити, контент и медиа, кино и видео. Проекты участников представлены в этих трех направлениях. В каждом призовой фонд составил миллион тенге. А еще победителей ждут 10 образовательных грантов в вузы страны. Райхан Тажибаева, Ахан Алиев, Казларда, Хавар. Субтитры создал DimaTorzok. Продолжение следует...